Список участников, выделенных в КОМИ по программе «Гектар» в арктической зоне, пополнится новыми территориями. Законопроект вынесен на общественное обсуждение на портале нормативных правовых актов Республики. При этом в перечень уже внесли 9 новых территорий. Напомним, эти участки в арктической зоне предоставляются людям в безвозмездное пользование. Можно построить дом, вести личное подсобное хозяйство, открыть производство или туристический бизнес. На сегодня претендентов на «Гектар» в Арктике уже 27. Елена Кононова встретилась с одним из них. 27 жителей КОМИ подали заявление на заветный «Гектар» в Арктике. Кто-то на безвозмездно полученном земельном участке собирается заниматься подсобным хозяйством, кто-то мечтает построить жилой дом. Жительница заполярного города Татьяна Кипрушева мечтает о месте для семейного отдыха. Ее «Гектар» находится в 15 километрах от Воркуты, можно сказать, прямо в тундре. Но на машине доехать можно. Для отдыха, для рекреации, как это называется, экологический туризм. Но вообще от финансирования зависит. Если будут деньги, можно что-то побольше построить. А так, собирать грибы, ягоды, можно колодец вырыть, можно, вот даже думала, солнечные батареи, ветряки поставить. Я не знаю, там же никакой инфраструктуры нет. Баню, баню. Воркутинку уже пригласили для подписания договора. Кроме Татьяны Кипрушевой на «Гектар» Заполярье есть еще один заявитель. Всего же здесь было выделено семь территорий площадью 562 гектара. Хочу сказать, что из тех территорий, которые выделены в качестве предоставления гектара в Арктике, эта территория больше пользуется спросом в южной части муниципального образования. Это поселки Сейда, поселок Сивая Маска, Елецкая. Именно там первые два заявления были удовлетворены. Причем одно коллективное было семейное заявление. Это более южные места Воркуты. И там в связи с тем, что более хорошая растительность, поэтому они были востребованы. По словам мэра Ярослава Шапошникова, люди к новому закону относятся пока с осторожностью. Но сегодня уже есть интерес к гектарам в Арктике со стороны предпринимателей. Поэтому в ближайшем будущем ожидают новых заявителей. Тем более, что перечень территории пополнится новыми участками, как, собственно, и в других муниципалитетах, которые относятся к арктической зоне. Об этом недавно заявил глава КОМИ Владимир Уйба. Общая площадь будет более 69 гектар. Это в границах Воркуты, Устинска и Уст-Лимского района. И всего сегодня в республике выбрано 50 территорий. А общая численность отведенных под арктических гектар составляет более 4 тысяч гектар. Это 4261 гектар. Документы уже поступили от 27 заявителей. Все они рассмотрены. И там, где на один участок две заявки, то эти заявки отклоняются, а все остальные заявки рассматриваются. Сейчас участки выделяются пока только жителям республики. Но с февраля 2022 года гектар в арктической зоне смогут получить все россияне, а также участники госпрограммы по возвращению в нашу страну соотечественников из-за рубежа. Земля предоставляется безвозмездное. Пользование из расчета 1 гектар на одного члена семьи. Через 5 лет участок можно будет оформить собственность или в долгосрочную аренду. На этих территориях можно построить дом и вести личное подсобное хозяйство, открыть какое-нибудь производство или туристический бизнес. Что очень важно для коми, отметил глава региона. В Оркуте, Усинске и Уссильме есть чем удивить гостей. Подать заявление на оформление гектара в Арктике можно лично. По почте или воспользовавшись информационной системой гектароварктике.рф через МФЦ или Росреестр. Елена Кононова, Телеканал Юрган. Продолжение следует...